Всем привет, дорогие друзья! С вами Анжелика! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой интересный объемный дизайн с использованием силиконовых форм, которые я заказывала на Алиэкспресс. К сожалению, видео с той распаковкой не набрало 200 лайков, поэтому это видео попало в архив. Девчонки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если вы этого еще не сделали. Не забывайте ставить лайки, это очень мотивирует снимать новые ролики. Наборы шести силиконовых основ с разными рисунками я заказала на Алиэкспресс примерно за 99 рублей. Ссылочка будет в описании под видео. Рисунки все разные. Например, на сегодняшней пластине, которой мы будем использовать, оттиски различных ракушек и звездочки. А еще есть бантики от большого к самому милипусичному, большие крупные цветы, симпатичные розы, цветы с лепесточками и, конечно, сердечки. Для работы я буду использовать твердый белый гель для моделирования, который я использую для выкладки белого френча. Набираю его на синтетическую кисть и заполняю формочки. Если испачкали края, можно потерять их чистой салфеткой с моченой выбезжиривателем. Старайтесь сразу выкладывать поменьше, чтобы потом не заниматься возюканьем. Отправляем на просушку в лампу на одну минуту. После того, как гель заполимеризовался, мы можем извлечь его из формочки. Просто складываем ее пополам и наши заготовки сами выскакивают оттуда. Некоторые достаем руками, а те, что с краев, можно подцепить палочкой. Вытаскиваются они довольно легко. Изначально я хотела смазать форму маслом, как при выпечке, но делать этого абсолютно не нужно. Гель и так легко отстает от силикона. Если гель все же затек за края, можно легко подправить его маникюрными ножничками. У нас получились идеальные заготовки. Дизайн на морскую тематику, поэтому я подобрала глубокий синий цвет. Покрываю типс в два слоя, полимеризую. Теперь на палитру ставлю пару капель топа. Можно с липкостью или без, без разницы. И маленькую каплю плотного белого гель-лака. Набираю немного на кисточку и размешиваю в прозрачном топе, чтобы получилась невесомая легкая консистенция. Сразу наносим ее на типс. Не просушивая, сейчас мы будем показывать блики на воде. Это очень просто. Не просушивая, набираем на дотс чистый топ и ставим капли по мокрому. Они сами начинают расплываться, создавая интересные переливы. Чем больше топа на кончике дотса, тем больше расплывается линия. Полимеризуем в лампе. Еще раз напомню о том, как я креплю стразы и крупные объемные элементы. Самая убойная и прочная смесь это каучуковая база и акриловая пудра в равных пропорциях. Ставим пару капель каучуковой базы и насыпаем в нее акриловую пудру. Можно выбирать любой оттенок. Хорошенько размешиваем и на эту смесь мы будем сажать наши заготовки. Распределяю смесь на типсе в форме звезды и утапливаю ее в ней. Можно сделать промежуточную просушку. Затем набираю еще небольшую каплю и сажаю следующую ракушку. Самую крупную ракушку я располагаю по центру, а самую маленькую на свободном крае. Хорошенько промазываем контуры ракушек и звезды. И усаживаем стразы из сета Аквамарин, которые я заказывала в магазине Нейлстраз. Оттуда все мои стразики, чего там только нету. Чередую стразы разного размера и цвета, поправляю и полимеризую в лампе. А теперь осталось самое веселое, раскрасить наши заготовки. Ставлю на палитру сразу несколько цветов. Алый, бордовый, желтый, неоновый, оранжевый и желтый. Использую кисть колонок единичка. Набираю сначала алый цвет и полностью закрашиваю звездочку. А затем по мокрому добавляем желтый и оранжевый оттенки по центру. Полимеризую в лампе. Чтобы сделать нашу звездочку объемнее, добавляю в красный немного черного и затемняю контуры. Также поставим точки пупырки. Полимеризуем в лампе. Добавлю на палитру темно-коричневый цвет. Размешаю небольшую лужицу стопом. Этой полупрозрачной смесью закрашиваем вторую ракушку. Полимеризую. Включайте вашу фантазию и поиграйте с оттенками. Добавляйте желтый, оранжевый. Смешивая их в мокром виде. Более темным цветом провожу контуры. Ставлю точечки пупырки на ракушках. На маленькой ракушке рисую полосочки. Яркими ненчиками ставим цветовые акценты и отправляем в лампу. После просушки еще раз пройдемся по контурам страз смесью из каучуковой базы и акриловой пудры. Топом перекроем все объемные элементы. Финальная просушка и морской дизайн готов. Понравился дизайн? Ставь лайк! А если ты предпочитаешь объемным дизайном однотонный оттенок, то напиши какой цвет твой самый любимый. А на сегодня все. До новых встреч в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok